Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Инновационный подход Бобруйска-Громашу достоин бизнес-премии «Лидер года». Это, во-первых, честь, гордая за свое предприятие. Чем отличился холдинг? Любовь зла. В Бобруйске завершили расследование бытового убийства. Виняем периодически избивал сожительницу, наносил ей побои. Что грозит горе сожителю? Лайфхак новогодней эстетики. В колледже имени Ларина создают праздничные украшения. Уникальность каждого изделия в нашем учреждении гарантирована. Чем освежить интерьер? А также безопасный праздник, марафон добра и новый маршрут. В Бобруйске появился дополнительный рейс. В какое время ходит автобус? Номер один. Бобруйский горисполком «Красный пищевик» и «Бобруйский агромаш» удостоены звания «Лидер года-2021». Предприятие заслужило гран-призы «Инновационный распределитель минеральных удобрений». О непревзойденном качестве и эффективном управлении Ольга Васенда. Бобруйск «Агромаш» – флагман машиностроительной отрасли. Компания удостоена международной бизнес-премии «Лидер года-2021». За применение системного подхода в менеджменте в номинации «Персона» отмечена и генеральный директор. Надежда Лазаревич – единственная женщина в системе Министерства промышленности, которая руководит целым холдингом. За ее хрупкими плечами – шесть успешных предприятий и три тысячи профессионалов. Конечно, когда мы получаем оценку по произведенной продукции на нашем предприятии, тем более такую высокую, это, во-первых, честь, гордость за свое предприятие, конечно же, чувство радости перевыполняет, потому что все-таки, когда оценен труд людей, это для руководителя еще в 10 раз приятнее, когда мы понимаем, что наши машины действительно востребованы, но они еще оценены на таком высоком уровне. Диплом «Гран-при» получил инновационный распределитель минеральных удобрений «РУ-7001». Его фишка – кузов из нержавеющей стали. Срок службы – более 40 лет. Машина создана с учетом самых необходимых потребностей фермера в поле, а значит, аграриум гарантирован высокий урожай. Производить эту технику на предприятии начали в 2018-м. Уже реализовано 246 машин. На сборку одной уходит порядка двух рабочих смен. Сборка – завершающий этап. Здесь устанавливается приводной узел, тормозная система, гидрооборудование и колеса. Чтобы изготовить распределитель минеральных удобрений, необходимо порядка 3,5 тысяч деталей. Холдинг – производитель широкой линейки сельскохозяйственных машин. Всего порядка 80 наименований. В 2019-м Бобруска Громаш начал масштабную модернизацию производства. Здесь появились новые умные станки, окрасочная и сушильная камеры, современное сварочное оборудование и аппараты для плазменной резки металла. Мы с вами находимся в сборочно-окрасочном цеху. Здесь собирается где-то 70% наших машин. Пресс-подборщики, машины для внесения жидких органических удобрений, прицепы, кормозаготовительная техника. Торговую марку предприятия знают в Европе, Азии, странах Ближнего Востока, Африке, Центральной и Южной Америке. Экспорт продукции увеличился на 30% по отношению к прошлому году. За счет долгосрочного сотрудничества постоянно увеличиваются объемы производства и выручка от реализации товаров. Растет зарплата сотрудников. Мы подходим к особым трепетам каждому потребителю и стараемся все его требования отразить в наших машинах. То есть мы никому не говорим, ни одному потенциальному даже потребителю нет. Мы стараемся реализовать все его замыслы, адаптировать машину под определенные условия работы. Предприятие с богатой 47-летней историей сейчас переживает свое второе рождение. Успех Бобруйска-Громаша связан с эффективным управлением, грамотной стратегией и инвестициями в развитие. В планах холдинга – открыть альтернативные рынки сбыта, произвести новую технику и во всем быть номер один. Ольга Васенда, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Неудачные отношения. В Бобруйске завершено расследование убийства с особой жестокостью. Ночью 26 мая 37-летний мужчина во время ссоры с сожительницей избил ее. Затем схватил кочергу и продолжил наносить удары по голове, шее и грудной клетке. От полученных травм женщина скончалась на месте. Установлено, что с октября 2018 года обвиняемый периодически избивал сожительницу. Наносил ей побои, душил, бил табуреткой и другими предметами. Ранее мужчина судим не был. На теле умершей обнаружено 87 телесных повреждений. Мужчине предъявлено обвинение в истязании и убийстве с особой жестокостью. Он заключен под стражу. Пограничный лагерь, антиковидная вакцина и авансовый платеж. 15 декабря заканчивается срок уплаты первого взноса по транспортному налогу. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В лагере беженцев на европейской границе продолжают оставаться люди. На сегодня их уже менее 800 человек. Более 200 – маленькие дети. Белорусская сторона оказывает всю необходимую поддержку и даже предлагает остаться у нас. Но все они хотят в Евросоюз. В транспортно-логистический центр по-прежнему поступает гуманитарная помощь. Производство вакцины «Спутник Ви» будет полностью локализовано в Беларуси в следующем году. Об этом заявил министр здравоохранения. Идут переговоры с разработчиками других российских препаратов об их создании на отечественных предприятиях. 15 декабря заканчивается срок уплаты авансового платежа по транспортному налогу для физлиц. Первая часть годовой суммы – 29 рублей. Вторую в аналогичном размере можно внести в ноябре 2022-го. Сбор, напомним, пришел на смену госпошлине, которую белорусы платили после прохождения техосмотра. Белпочта сообщает о возможном увеличении сроков пересылки и отправлений перед Новым годом. В преддверии праздников потоки увеличиваются в два с половиной раза. Компания рекомендует заранее позаботиться об отправке писем внутри страны и за рубеж. В Беларуси стартовал большой праздничный марафон «Добра. Наши дети». Это тот самый случай, когда чужих малышей не бывает. Новогодние подарки и представления снова приедут в интернаты и дома семейного типа, развивающие центры, многодетные, опекунские и приемные семьи. Акция продлится ровно месяц до Старого Нового года. Праздник без неприятных сюрпризов. В Бобруйске стартовала акция «Безопасный Новый год». Первый этап направлен на профилактику ЧП среди пенсионеров. Инспекторы посетят центры социального обслуживания в плане викторины и конкурсы. Затем спасатели отправятся в детские сады и школы. Расскажут правила безопасности в период зимних каникул. Как вести себя на льду, пользоваться хлопушками и бенгальскими огнями. Предновогодний период сопровождается всегда резким увеличением количества пожаров и травм. В результате нарушения правил пожарной безопасности. А также неосторожным обращением при использовании пиротехнических изделий. Предупреждение о чрезвычайной ситуации такого характера и является целью республиканской акции «Безопасный Новый год». Финал пройдет в торговых центрах. А 30 декабря детей и родителей ждет сказочный праздник. Завершится акция 31 числа. Тренд последних лет – хендемейт. Это же относится и к новогодним украшениям. Горожанам не нужно гоняться за дорогими изделиями. Колледж имени Ларина каждый сезон создает к празднику шедевры ручной работы. Карина Гуревич выбрала аксессуар для елки. В колледже имени Ларина предновогодний период – всегда горячая пора. Кувшины и тарелки сменяют Дед Морозы, пингвины, елки и снеговики. Учащиеся вместе с мастерами лепят игрушки, уделяют внимание каждой мелочи и детали. Используют майоликовую и фаянсовую глину. Особый акцент на символ года. В 2022-м – это черный водяной тигр. Самое сложное – это идея, чтобы работа в итоге была хорошей, ее могли купить. Или же она самой тебе нравилась, потому что иногда это трудно – сделать что-то красивое. Но мы стараемся. Самое интересное для меня – это, конечно, игрушки, потому что там полный полет фантазии. Там ты можешь придумать какие-то детали. После воплощения эскиза в жизнь работы отправляются на обжиг. Температура в печи от 750 до 1100 градусов. Когда изделия полностью остывают, художники приступают к самому захватывающему занятию. Одни сувениры покрывают цветной глазурью, другие – краской. На украшение одной такой игрушки уходит больше часа. Художники используют акриловые краски. Смешивают цвета, подбирают оттенки. В конце добавляют блестки, пайетки или ленточки. Помимо керамики, хендмейдеры используют дерево. Чаще всего это сосна. Есть и елочные игрушки из пенопласта. Они легкие, хорошо смотрятся в любом интерьере. Еще в этих творческих мастерских рождается расписная посуда, открытки и инсталляции с живыми шишками и веточками. Каждое изделие, скажем так, выполнено трудом наших мастеров и учащихся. Расписано тоже ручной росписью, вылеплено также из глины вручную. И поэтому уникальность каждого изделия в нашем учреждении, она гарантирована. То есть то, что вы приобретаете у нас, это действительно уникальные вещи в единственном экземпляре. Работа здесь кипит с середины ноября и вплоть до конца декабря. За сезон мастера создают больше 700 изделий. Приобрести украшения можно в магазине на территории колледжа на Крылова, 38. По будням с 8 до 17 часов. Кстати, хендмейт – тренд последних лет. В этом году елку стоит украшать преимущественно в черные, синие и голубые цвета. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Дополнительный рейс. В Бобруйске появился новый автобусный маршрут. 22-й ходит по будням дням. Пока в тестовом режиме. Время отправления от остановки Наумова в 7 утра и в 5 вечера. С микрорайона Западный можно уехать в 7 часов 28 минут и в 17.21. Автобус следует через Горелика, Оранжерейную, Орджоникидзе, Ульяновскую, Гагарина и Гоголя. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!